приветствую вас на канале вот опять в работе ручки с tesla model s это две разные tesla 1 рестайлинговая 2 до рестайлинговая ручки в принципе очень похожи но они очень сильно отличаются в этой версии ручек вот она вот так вот выглядит здесь закрытый пластик один разъем идет вот такой вот и эта ручка 3 версия здесь она идет электрическая с датчиком холла и гребенка то же самое как и в старого варианте ручек вот такая вот гребенка здесь в этой ручке сломалась это гребенка буду разбирать ее менять в этой ручке гребенка целая но сломался сломался концевичок вот уже тоже есть концевичок буду менять и здесь ручка закрыта просто вот такой вот пленкой и проклеенная на герметик здесь разъем вынесен сюда эти ручки не взаимозаменяемые потому что они у них разный принцип работы но в часто встречали что на автомобилях с такими ручками уже завода были переделаны на другой вариант это на версию два с половиной такая же ручка но здесь нет этой крышки пластиковой она тоже на датчике холла но она идет такой же клеенкой задней стороны вот это уже таким моноблоком где ничего не выпадает красивая ручка а это клеенка здесь отклеивается обратно и нормально не приклеить я не знаю разбиралась она уже или еще нет но тем не менее вот здесь нету вот такой вот фиксатора и здесь тоже нет но они вообще завода насколько я помню должны быть все вот даже если то есть эта ручка тоже разбиралась в общем сейчас тоже буду разбирать и смотреть что есть это ручка она не открывает дверь когда за нее тянешь а это же ручка не выдвигается когда подходишь к автомобилю в общем буду ремонтировать эти две ручки ручки они нуждаются в калибровке если эту ручку просто поставил она будет работать единственное что она должна рады плавится чтобы так как в двери нету замка замок в кузове то при открытии допустим передней двери если поменять ручки местами и эта ручка будет в памяти автомобиля числится как задняя но будет стоять спереди если ее открывать то будет открываться задняя дверь поэтому эту ручку при замене нужно ридеплоить если это задний наперед и то же самое спереди назад то вот эти ручки еще нужно и калибровать они калибруются потому что вот этот датчик холла должен понимать в каком положении находится снял обе крышки видна разница в ручках здесь ручка практически нету механических частей кроме вот этого привода которую собственно горе сломался здесь же огромная куча проводов куча разъемов куча концевиков 1 2 концевик 3 1 2 3 концевика тензо датчик здесь уже тензо датчика нету здесь все реализовано на чувствительности этого датчика который стоит вот здесь вот и при нажатии на ручки срабатывает не тензо датчик вот этот вот датчик на эффекте холла и он видит что ручку нажали пытаются открыть и тогда ручка открывается если автомобиль не закрыт на центральный замок в общем вот такая вот разница в ручках конечно упростили с одной стороны конструкцию сделали ее более надежную в новой версии ручки по сравнению со старой в общем-то тесла не стоит на месте и постоянно развивается и идет вперед вот так вот они упростили да возможно здесь сам этот датчик стоит дороже чем эти концевики но здесь стоит также электронный блок который общается со всем автомобилем но ручку упростили упростили и сделали гораздо надежнее так собрал ручку поменял этот сухарик все теперь здесь стоит новый сухарик можно будет его подкидывать на автомобиле смотреть будет ли работать ручка или же придется ее обучать вот так вот работает этот магнитик подачку холла чуть-чуть нажимаешь ручку на старый срабатывал тензо датчик а здесь импульс на датчики холла буквально незначительное движение и он должен отрабатывать ну и когда ручка открывается он тоже отслеживает положение ручки дошла надо упор или нет а по второй ручке здесь первичная диагностика которая была сделана на машине что у нас не открывалась дверь ручка выдвигалась но при этом когда тянешь за ручку она не открывала дверь прозвонил концевики это вот этот концевик отвечает за открытие двери а этот за положение когда ручка выдвинулась вот она выдвинулась так сработал концевик она зависла дальше чтобы открыть ручку за ручку нужно потянуть снаружи и срабатывает тогда вот этот концевичок он стоит но сами эти концевики выходят на вот этот вот разъем и прозвонил они звонятся и все работает но сейчас здесь при дальнейшей диагностики обнаружил что здесь вот немножко подгнил вот этот разъем и папа и мама они идут с блока и к сожалению здесь и умирает и вот этот блок вот здесь тоже видны эти окислы а это говорит о том что там уже с медными жилами уже проблема поэтому этот блок скорее всего не жилец и имеете смысл восстанавливать эту ручку пока непонятно поэтому скорее всего он сейчас почищу этот разъем попробую запустить ее но скорее всего эту ручку нужно будет менять потому что восстанавливать этот разъем можно конечно но сейчас эти ручки в принципе есть и овчинка выделки не стоит чтобы восстанавливать ее проще поставить сюда другую ручку и отпускать автомобиль с богом у тесла есть такая проблема что вот эти ручки из-за того что большое количество проводов и кому же эти фактически находятся на улице потому что вот вот эта щель это все что заходит с улиц сюда то есть дождь мойка не дай бог под давлением вся вода летит прямо сюда в замок и вот в эту кучу проводов и вот так вот умирают эти ручки в этом смысле ручка версии 2 и 5 30 где нет такого количества проводов она гораздо надежнее вот кстати к чему приводит окисление один из пинов просто сгнил и просто выпал вот так вот она здесь видно все здесь тоже окислы в общем не буду я этот разъем восстанавливать здесь на самом деле непонятно для чего это вообще разъем здесь нужен кстати вот еще есть перетертости я соединю сейчас эти провода напрямую они идут с этого блочка напрямую на вот этот внешний разъем соединю прозвоню чтобы они все были рабочие попробую подкинуть на автомобиль будет работать или нет вот так вот водичка немножко прочитали с конструкцией на тесле хотели сделать красиво но получилось не очень надежно хотя опять таки автомобиль может быть и уже автомобиль может быть и 8 и 9 лет и 10 лет поэтому не будем строго судить теслу они молодцы они идут очень быстро к успеху колодок провод и вот что здесь зеленчак и просто сгнившие провода появляется есть какая микротрещинка и вследствие чего попадает влага а еще вот это тряпичная изолента вот она приводит к тому что здесь провода по выгнивали и в самом разъеме и вот здесь и кстати говоря она по капиллярам может попадать и дальше куда этот блок поэтому наверное заменю и эти провода чтобы здесь их не соединять чтобы не было десятки спаек заменю 9 под самый корешок и посмотрим будет работать или нет и вот еще одно место ну то есть любом случае ни в одном то в другом месте бы провод бы сгнил в общем сейчас все нормально с этим блоком поменял вот эти провода даже подобрал по цвету и ручку у нас работает сейчас все скручиваю подкидывал на автомобиль все работает сейчас ее скручиваю и устанавливаем на автомобиль так что здесь обошлось без замена концевиков только проблема с проводами очень интересная конструкция двери на tesla model x казалось бы дверь дверь что может быть и необычного кроме того что здесь вот такая вот ручка которая не выдвигается как на tesla model x а это tesla model s она здесь просто служит как сенсорная кнопка на нее нажимаешь дверь открывается так вот чтобы эта дверь открылась здесь ну вот это понятное дело отвечает когда нажимаешь на эту ручку этот привод открывает дверь и дверь начинает приоткрываться за открытие двери отвечает вот такой вот механизм вот здесь электромотор и редуктор сверху такая такой шатун идет который одевается который прикреплен на шарнире к петли двери и за счет этого дверь и открывается и закрывается если питание нету то дверь тоже работает этот редуктор отрабатывает кроме этого здесь стоит вот такой выталкиватель случае если дверь замерзла и вот этот вот привод который здесь установлен вот этот вот не справляется то стоит такой выталкиватель который достаточно мощно выталкивает дверь то есть если дверь замерзла то в любом случае дверь откроется вот такая вот интересная конструкция двери в этом же автомобиле была проблема с этим приводом он прикручивается вот здесь к этому торцу двери и дверь слишком резко открывалась при подаче питания она просто выстреливала и дверь нужно было ловить если не успел словить то можно повредить либо соседний автомобиль либо же эту дверь в общем такая конструкция кроме того здесь была проблема с вот этим проводом отгнившим от разъема и соответственно пин выгнивший и этот пин был точно так выгнивший в ответной части разъема который находится внутри самого корпуса двери и пришлось его тоже восстанавливать в общем вот такая вот интересная конструкция двери сделано на тесле а вот как работает дверь можно сесть в автомобиль дернуть за ручку и дверь закрывается чтобы открыть дверь достаточно просто дернуть ручку и дверь открылась и чтобы открыть дверь дверь открылась а вот так вот открывается задняя и точно также можно закрыть ее как отсюда сидя в автомобиле так и отсюда вам нажать эту кнопку необычным путем пошли на тесле максимально извратились но в то же время оставили след в автопроизводстве во всем мире